Сегодня мы хотим представить некий результат того, что началось примерно месяца три назад. Привет, меня зовут Иван, я сетевая компания DataRoot. Мы занимаемся Big Data, Data Science, машинным обучением и, в принципе, разработкой высоконагруженных систем. Примерно полтора года назад, когда мы начали заниматься активно machine learning, на рынке не было адекватных специалистов, которые могли бы обеспечить достаточный уровень результата и знаний. Соответственно, было два типа людей на рынке. В то время это программисты, которые умели делать импорт некоторых моделей и конфиджить параметры. Это все, что они могли. И вторые, это те, кто занимался математикой, довольно-таки сильные ребята, но они из инструментария владели только Excel. Соответственно, у нас появилась потребность в том, чтобы найти людей, которые могут быстро обучиться этому. Я закончил университет Шевченко недавно по специальности право и решил, как это сейчас модно, войти в IT. Однако я решил это сделать более основательно, и поэтому последний год готовился к поступлениям и таки поступил в университет Чикаго, магистратура по компьютерным наукам. Так как с момента оглашения о поступлении у меня оставался довольно долгий период, я решил подготовиться основательно к этому обучению. И лучшим вариантом для этого стал как раз-таки набор в университет Дейта Руд. Я рассчитывал получить довольно комплексный набор знаний о Дейта Сайенс, о том, что это такое, о том, как происходит работа Дейта Сайентиста. И в результате пройденного теоретического материала, а также двух проектов, я считаю, что на базовом уровне я действительно получил знания о том, как это все происходит. В какой-то момент заинтересовался направлением Дейта Сайенса, начал развиваться в этом, после чего увидел на КПИ Лайве объявление о том, что Дейта Руд производит набор на стажировку. Подумал, что, возможно, это шанс получить первый опыт, получить первую работу. Ожидал от стажировки вот как раз-таки этого первого опыта, первых проектов каких-то серьезных, и, возможно, первой работы вот после как раз-таки окончания. Показались интересными задачи не столько анализа, вот, например, как бы анализа данных, представление какой-то, вот информация, они скорее, как скорее задачи вот искусственного интеллекта, анализа изображений, скажем, вот генерации речи, там, вот то, что ребята сделали с Тиндером, очень интересно, про анализ того, что человеку нравится. За эти три месяца мы поняли то, что люди, которые способны обучиться быстро и качественно Дейта Сайенса и Машин Лернингу, реально существуют. И, в принципе, у нас есть теперь четкий портрет идеального кандидата. Вначале на направление Дейта Сайенс и Машин Лернинг к нам поступило около 130 заявок. Люди, которые приходили на этот курс, вначале владели базовыми наборами знаний мат-статистики, мат-анализа, линейной алгебры, что, в принципе, требуется как раз для того, чтобы начать обучение у нас. Далее необходимы некие базовые знания о программировании, в идеале это Python. Это то, что мы развиваем в дальнейшем. В итоге такие люди по окончанию программы получают фундаментальные знания о Машин Лернинге. Они умеют не только использовать готовые решения библиотеки, но также строить алгоритмы своими силами. Продолжение следует... Продолжение следует...